Море шумит грозной волной, чайка летит рядом со мной, что ж вы друзья приуныли... Так, что у нас здесь? У меня такое ощущение вообще, что эта серия либо последняя, либо предпоследняя, потому что в принципе уже все практически, что могло случиться, случилось, и мы по-любому идем уже к логическому завершению этой истории. Так, очевидные. Лучше их. Или, может быть, я решил изменить этот мир? Тогда нужно изменить хотя бы одного, даже если этим единственным окажешься ты сам. Так, ну и лезем в голову к медведю. Это, по крайней мере, необычно. Хотя, в принципе, в голове у коровы мы уже были, так что ничего странного. Да, я видел, он через эту трещину забежал. Там пещера, наверное. Перлога его. Наверняка. Так, а ну иди давай. Я здесь последний буду. Так, мне, видимо, надо мимо них прокраситься. Я кому сказал? Ой, ой, оооо. Ну сейчас. Не так. Явно. Ладно, давайте еще раз попробуем. Это интересно. Это любопытно. Я еще, по-моему, не в одной игре. В медведя не вселялся. Это пещера, наверное. Перлога его. Наверняка. Так, а ну иди давай. Я здесь постерегу. Так, ну что? Так, ну что? Ой, ой. Так, че? Он это автоматически сделал, но, блин. Так, ну что? В принципе... Так, нечете обидеть сейчас? Меня тут завалило. За я остальных! Я сам не выберусь! Это было прикольно. Так, ну что, сейчас у меня второй раз стреляет. А, вот. Эй! На помощь! Помогите! Так, петляем от него нахер. Эй! Здесь обвал! Текаем, текаем! Эй! Эй! Меня с вами все похоже. Да-да-да. Блин, ну, по крайней мере, это было необычно, надо сказать. Такого я еще нигде не видел. Охренеть. Ну, дали мы Мишке свободу, короче говоря. Надо понимать, охотники его загнали в угол. Застрелили. А мы его спасли. Мы, похоже, спасаем все души, заблудшие на этом корабле. Слава богу, этот Мишка не ожил, потому что, помню, Кондей, он второй там, чучело медведя, гонялось за нами. По дому разваленному. Это было очень страшно. Здесь все более миролюбиво. Но игра не является, конечно, полноценным хоррором, так что... Ничего удивительного. Так, и что? Надо погреться, да. Ой, блядь, тихо. А-а-а-а! Корабль нам опять помогает. Сейчас, дорогой. Погреюсь, только и пойду, ладно. Так, хорошо отогрело. Что дальше? Куда? Видимо, сюда. Да-да-да. Так, радиорубка. Или что это? Я сразу же приготовиться. Машина готова. Радиолокационная. Капитан, да ты в своем уме? Мы же по уши в альту усетим. Даю самый малый вперед. Капитан решил вырваться таки. Из-за льдов, что ли, похоже. Ну, ладно. Так, блин, дубак-то. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. О, блядь, не успел добежать. Аж матюгнулся. А что там? Дверь была открыта. Там же некуда было идти. Это что за ловушка-то? Ну, почему корабль меня туда приглашал? Что корабль? Меня, наверное, смешали заманил. Какой мерзавец, а? Так, а что? А, блин, далековато. Сейчас по-новому. Диалог прослушать придется. Давай-давай-давай. Так, погреемся. Бежим сюда. Хорошо. Экипажа приготовится. Машина готова. Капитан? Да ты в своем руке. Мы же по уши в льду сидим. Даю самый малый вперед. Так, ладно. Сейчас сразу туда не заходим. Бежим сюда. А что у нас зато дверь это? Я туда сейчас пойду, опять погибну. Здесь дубак какой-то вообще невероятный. Так, эта дверь закрыта. Поперли. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, быстрей. А, вот тут можно погреться. Хорошо. Так, давайте сохранимся, а то сейчас опять что-нибудь случится. Так, и че такое? Что такое? Перехожу на свет. Ага. Понятно. Что происходит? Ремонт окончен? Капитан может покупить корабль. А ты что? У меня же груз. Капитан, откройте дверь. Капитан, откройте. Что с вами? Самый полный вперед. А радиограмма где? Ты что? Ему радиограмма отдал. Вот так тебе. Да. Ладно, пока ничего не буду говорить. Сейчас все само собой выяснится. Капитан, откройте. Что с вами? Самый полный вперед. А радиограмма где? Ты что? Ему радиограмма отдал. О-о-о. Да. Капитан. Чем дело? Кажется, ты этого хотел. Бери штурвал, корабль твой. Гнида. Ход на реверс. Позор в турбинном отсеке. Защита реактора. Неужели нельзя его остановить? Ну, сделай же что-нибудь. Успокойтесь. Некуда больше спешить. Ждать осталось совсем немного. Скоро начнется. Сколько времени еще? Не знаю. Это неподконтрольный процесс. Нужно уходить. Как уходить? А команда? Команда справится. Готовить вертолет. Без визы капитана. Я на это не пойду. Я тебе помогу. Пойдем на это вместе. Через 10 минут ждите на верхней площадке. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь. Постой. Он говорит что-то. Нет. Ничего не слышу. Короче говоря, да. Довольно печальная история. Видя, что команда его предала, капитан в одиночку решил вырваться из-за льдов. Понятно, что, наверное, это было неверное решение. И оно в итоге привело как раз-таки к аварийной реакторе и в последующем заражении команды, но тем не менее. И вот его сердце вспыхнуло огнем желание спасти их, вывести на легкий путь. И тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня. А они, увидав это, подумали, что он рассверепел, отчего так ярко и разгорелись очи. И они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними. И стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данка. А он уже понял их думу. Оттого еще ярче загорелось в нем сердце. Ибо эта их дума родила в нем тоску. Очень четко прослеживаются параллели между данным литературным произведением и историей капитана и его команды. Печаль, на самом деле. Конец для всей этой истории. Но, по крайней мере, становится понятно, что же происходило. Непонятно только, как они стали такими страшными чудищами. Обалденно. А коли не померкли солнце, свет, луна и звезды, и не нашли новые дочи вслед зато. Да, блин. Печальная история. Ладно, хоть капитана не бросили скоты. Тот день, когда задрожат стекущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молотные общие, потому что их немного осталось, помрачатся смотрящие в окно, запираться будут дверью на улице, когда замолкнет звук жерна. Будет вставать человек по крику петуха и замолкнет щельки. Все-таки некоторые игры можно приравнять к искусству и анабиоз в финале. Я могу сказать, что это одна из таких игр. Очень глубокая. Хотя, конечно, боевая система здесь оставляет желать лучшего. Довольно печально все в этом плане. В остальном же игра просто, на мой взгляд, шедевр. Я даже не ожидал такого высокого уровня. Когда запускал эту игру, думал, ну, отечественный неплохой хоррор. В ком порвалась теребряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо от колодези, и возвратится право в землю, чем оно было. А духом возвратился к богу, который дал его. В итоге, вон оно, что оказалось. Фактически, философская притча о том, какие люди могут совершить ошибки, и каким после этого могут быть ужасные последствия, как от нескольких ошибок зависит очень многое. «А как же я? Меня забыли, не бросайте!» «Не бросайте! А как же я?» «Колес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь. Что сделаю я для людей?» Сильнее грома крик на танк. И вдруг он разорвал руками себе грудь, и вырвал из нее свое сердце. Высобок поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца. И весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям. А тьма разлетелась от света его, и там, глубоко в лесу дрожащее, пало в гнилой зев болото. Люди же изумленные, стали, как камни. Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак данка. Кинул он радостный взор на свободную землю, и засмеялся гордо. А потом упал и умер. Люди же радостные, полные надежды, не заметили смерти его, и не видали, что еще пылает рядом с трупом данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это, и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце на горь. И вот оно рассыпавшееся выскритно угасло. Ммм, да. Понятно, каким мистическим образом забудшие души команды превратились в этих чудовищ. Так, что это такое вообще? Какого хера? Это что такое? Это что вообще такое? А, часы, это, наверное, и есть Хронос, да, про который мы не говорили. Так, и что мне... Охренеть. Ага. И что не стреляет? Блин, а что такое? Ладно. Я ни хрена не понял, что это было. Почему-то один раз я в кого-то сумел выстрелить, я больше не смог. Почему я стреляю из пальцев? Но он, судя по всему, меня не атакует. Ой, промазал. Так, секундочку. Продолжаем. Это безумие. Что мне делать, непонятно. Хорошо. Так, а почему я опять не могу стрелять? Эй, ну что такое-то? А почему... Почему мне не дают? Ни хрена не понимаю, что происходит. А, вот так ты хлоришь, да? Снаряды для себя. Давай, давай, давай. Сейчас мы с батькой Хроносом, кого хочешь, заколупаем. Ой-ой-ой, нет-нет, блин. Ах, ладно. Алгоритм понятен. Нужно наступать на эти лучи, когда там проскакивает искра. Ты, соответственно, этой искрой можешь кого-то убить. Блин, какая кривость тренинг. Это позор какой-то. Так, хорошо. Еще мне. Блин, это что-то непонятно. А-а-а! Да, блин. Это, по-моему, лишнее. Вот этот финальный босс, это, по-моему, просто олицетворение. Какого хера? Ну, ладно. Понятно. Еще и бакс хватил. Совсем хорошо. Кривая игра. Тут я ничего не могу сказать. Блин. Я целюсь по центру экрана, а оно почему-то летит так, что ли, целься. Хорошо, я тебя обогнал даже. Так. Я не понимаю, правда, что я делаю, но что-то получается. Блин. В чем смысл вообще этого? Я не пойму, конечно. Что это такое? Ну, попал. Попал. Ой, 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 вот он меня сейчас убьет. И тут уже просто нечего было делать, он появился передо мной в воздухе. Так, продолжаем. Игрушка у меня вылетела. Непонятно почему. Вообще какая-то забагованная эта финальная битва. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что надо делать. Надо стрелять в этих уродов. И желательно делать это раньше, чем Хронос. И восполнять эти штуки надо вот на таких. Хорошо. Так, кто еще? Еще один. Хорошо. Дальше. Блин, не вижу. Вот это мой. Так. Ой, 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 вот этот вот плохо. Так. Кто еще? Кто где? Кто откуда стреляет? Хронос я так плыл на нашей стороне? Так, готово. Что, все, что ли? Ага, хрен бы там. Так, все вроде. Ну и че? Че это было? Хе, не трогай меня. Не трогай. А, понятно. Ну, как скажешь. Красавчик. Хе-хе-хе. Да, вот это, по-моему, было уже совершенно лишним. Вот вся эта битва, это какой-то бред просто. Я даже не знаю, как ее оправдать с сюжетной точки зрения. Но чисто геймплейно, это было скорее раздражающе и тупо, чем действительно интересно. Бывают интересные битвы с боссами, бывают раздражающие. Это из второй категории. Но, тем не менее, мы ее прошли. Хотя, конечно, есть проблемы. Один раз даже игра вылетела. Но да ладно. Посмотрим, к чему же это все нас привело. Сам бог Хронос вмешался в ход событий. Обалдеть. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злые. Охренеть. Это где это я вообще? Какого хрена? Понял. Так, ну давайте сохранимся, что ли? Да посмотрим, что это такое. А это кто? Я не совсем понимаю, что я делаю, конечно говоря, но... Я помню этот момент. Ты знаешь, а я очень рад. Да, честное слово. А чего ты ожидал? Вы мне уже вот где. Опа! Ты со своим корытом ржалым. Устал я. Пойми, ты не мальчик уже. Наигрался. Что же, блядь, такое-то, а? Так, ну давайте разбираться, что ли, тогда. Что это, где это я вообще? Какого хера? Давайте пойдем. Ничего не поделаешь. Бесполезно. Не съедись. Все равно рано или поздно они сожрут и тебя. А ты кто такой? Тот-то вертолётчик, друг капитана, я понял А ты кто? Ух ты Эту сцену я помню Ты знаешь, а я очень рад Да, честное слово А чего ты ожидал? Вы мне уже вот где Опа, ты со своим корытом Ржавым Устал я Пойми ты, не мальчик уже, наигрался Ничем в этот раз не помогу Иди, иди, прошу И можешь не метаться? Ты всех достал уже Никто тебя здесь больше не поддержит Мда, ты повёл себя Как последний гандон Так, ну что дальше-то? Давайте посмотрим А, я за него Читай Ты знаешь, а я очень рад Да, честное слово А чего ты ожидал? Так, а чё мне? Мастерил потихоньку Как чувствовал Вот он и сгодился Держи Штаб передадим Пусть демонтируют А красивый корабль так-то, да? Всего-то надо было, блин, к человеку По-человечески отнестись И... Так и что И... И что-то меняется, да? Ммм, а ты с начала игры Только в этот раз там люди Держи руку Хватайся, хватайся за руку Хватайся за руку, кому говорю Ну Капитан Капитан атомного ледокола Северный ветер С прибытием Вам повезло Здесь очень тонкий лёд Можно запросто погибнуть Ну что, не будем терять времени Пройдёмте на корабль У нас впереди Трудный путь Обалдеть А ваших замечательных взор Мы отправим обратно В отличие от нас Они всегда Наживут дорогу Ну, собственно, похоже Так и кончается Анабиоз Сон Разму Я знаю, что в игре Неск концовок Тихо И бросился вперёд На своё место Высоко держа Горящее сердце И освещая им Путь людям Они бросились За ним очарованные Так Голес снова Зашумел Удивлённо Качая вершины Но его шум Был заглушён Топотом бегущих людей Все бежали быстро И смело И смело Увлекаемые чудесным Дрелищем Горящего сердца И теперь гибли Но гибли без жалоб и слёз А Данка Всё был впереди И сердце его Всё пылало Пылало Да Одно слово В нужном месте Решает Очень много проблем Предотвращает По крайней мере Да Идут титры Но знаете что Давайте-ка мы Загрузим Последнее сохранение И посмотрим Остальные две концовки Потому что Насколько мне говорили Не посмотрев Все три концовки Не понять В общем В чём же заключалась Суть финала Я в принципе Так и не понял Что же произошло Я понял Что я исправил Одну из ошибок Вообще Эта трагедия Она Да-да-да Трагедия Разразилась По большей счёту Из-за трёх людей Ну не считая капитана Это как раз Помощник капитана Лётчик За которым Мы только что Видели концовку И этот вертухай Поочерёдно Исправляя эти ошибки Мы сможем взглянуть На события С разных сторон И понять Как это всё решилось Так Тут у нас Тут у нас Вертухай Обитается Давайте посмотрим В чём была его ошибка Надо дать Самый момент Вперёд На радиограмма Где? Ты что? Ему радиограмму отдал Чем дело? Кажется Ты этого хотел Бери штурвал Корабль твой Поворотов нет Рычаг не работает Не могу повернуть Помогай Рычаг хода заклинило Машина Машина Полный назад 20 узлов идём Относно Телеграф заклинило Давай реверс Под трибунал пойдёт Ход на реверс Понятно Давайте попробуем Изменить Я правда не знаю Что им тут можно изменить Но давайте попробуем Мы Хрущево похож Надо сказать Наш Вертухай Чем дело? Кажется Ты этого хотел Бери штурвал Корабль твой Так и всё Я управляю Поворотов нет Рычаг не работает Не могу повернуть Помогай Рычаг хода заклинило Так Если упадёт один То другой поднимет Товарища своего На горе Ну когда упадёт То другого нет Который поднимет Держись Лерих Я за корабль Штали на коленях Умолять буду Только держись Слышишь? Выходим Выходим Вода Вода Всё На воду вышли По воде идём Хм Хорошая концовка Эта концовка Даже понравилась Мне больше Предыдущей Но как мы видим Несмотря На все ошибки Капитана В итоге он Всё-таки Добился успеха И если бы Его не останавливали Вполне возможно Что И выбрались бы они Без проблем Так Ладно Опять идёт Эта катсцена И смотрим Третий вариант Развития событий Что же Да как Теперь посмотрим За помощника Капитана Видимо Я так понимаю Да Огромный трон Это явно Про него У него ЧСВ Зашкаливает Как ты сможешь Ими управлять Обмани их Так можно Много Задиться Иначе Они Сожрут Тебя Капитан Я готовлю Детальный отчёт О ходе Ремонтных работ Вы говорили Об устранении Неполадок В течение Семи суток Спуститесь В нижние отсеки И вы сами Всё узнаете В мельчайших Подробностях Там вам Объяснят Что срок Устранения Неполадок Напрямую Зависит От способностей Команды А также От способностей Капитана Выполнять Возложенные На него Обязанности Такие Как доставка Корабля К пункту Назначения Сохранив При этом Грузы Команду Невредимыми Давайте же Начнём Их выполнять Потому что Последние События Уже дают Основания Поставить Под сомнение Вашу Компетентность Молодой Человек Послушайте Что я вам Сейчас скажу Звучит с одной из двух Или я сам Перестану существовать Или мой корабль Это не ваш корабль Капитан Это вас на него Назначили Что же касается Его судьбы То она В скором времени Разрешится И значительно раньше Чем вы себе Это представляете Что вы имеете ввиду Вот